А вот Россия, если берется за организацию соревнований, на финансовые проблемы не жалуется. Действительно, Геннадий, спасибо. Подготовка к универсиаде 2013 года в Казани дали официальный старт, флаг Всемирных игр, завершая свое турне по городам России, прежде чем приехать в Татарстан. И вот последняя остановка была в Кирове. О том, как флаг студенческой Олимпиады встретили там, расскажет Михаил Вожигов. Делегация универсиадок. Главный символ надвигающейся универсиады в Казани перевозят как драгоценную реликвию в бронированном чемодане. Более 50 лет флаг путешествует по странам, которые принимали всемирные студенческие игры. Его разворачивают с осторожностью ювелиров и всего на несколько минут. Через два года здесь появится нашивочка «Россия-2013, город Казань». Мы сегодня прирастем еще одним, теперь уже 28-м партнером. Мы принимаем в команду 2013 Вятский государственный университет. Сегодня мы назовем посла универсиады от города Киров. Сегодня мы передадим вам копию флага. Кировские активисты одними из первых предложили программу торжественной встречи делегации универсиады. Главным знаменосцем от вятского студенчества выбрана чемпионка мира по тяжелой атлетике Алиса Скопина. Раньше моя цель была выступить, выполнить какой-то норматив, завоевать какое-то звание. Теперь же я стараюсь все-таки призвать людей заниматься спортом, потому что это здорово и это весело. А это настоящее посольство Казанской универсиады на колесах. Вместе с делегацией легендарная машина команды «КамАЗ Мастерс» объехала регионы Приволжье. После изнурительной дороги у водителя здоровый сон в гостинице. Тем временем вокруг его гоночного грузовика собираются любопытные прохожие. Здесь же на специальном стенде все желающие оставляют свои пожелания в адрес Всемирных студенческих игр 2013. Михаил Вожигов из Кирова. Специально для РЕН-ТВ. Продолжение следует...